Бросили всё, чтобы начать жизнь с нуля. Братья Журбаевы из Белогорского района Крыма не смогли жить в оккупации и поехали в Киев, где их никто не ждал. В столице им помогли волонтёры. Посетили в санатории, где они живут и сейчас. В Крыму у братьев была автомастерская, и когда встал вопрос, как заработать на жизнь, они открыли собственную мастерскую в Киеве. Их мастерская – это гараж в гаражном кооперативе на Выдубичах. Арсена Мустафа Журбаева снимают его, чтобы здесь ремонтировать машины. Это то, чем они занимались в Крыму. Наше новое место работы. В Киев братья приехали в марте 2014-го. Не смогли жить на оккупированном полуострове. Это, наверное, вопросы морального плана. Я считал, что это неправильно. Будучи гражданином Украины и под тем предлогом, под которым Россия пришла в Крым, он считал, что я спокойно смотреть на это не смогу. А говорить об этом мне спокойно не дадут. Атмосфера, в которой работаешь, тоже очень важна, на мой взгляд. И я, допустим, с плохим настроением работать, даже то, что делаю каждый день, и хорошо делаю, делать не могу. А здесь получалось, что уже состояние было так нерабочее. Инструменты, с которыми работали дома, пришлось продать за бесценок. В столицу привезли лишь небольшой чемоданчик с ключами. Тот инструмент, с которым мы приехали сюда. У нас больше здесь не было ничего. Поначалу клиентов было мало, рассказывают братьев. Найти их гараж непросто, даже по навигатору. Заработка едва хватало на аренду. Но сомнений в правильности принятого решения не было. Ну, конечно, была неизвестность того, как конкретно будет я сказать. Не мог. Просто мог где-то надеяться или чего-то ожидать. Всё было довольно-таки смутно. С этой стороны. Ну, страха, конечно, не было такого, чтобы в любом случае знал, что тогда будет. И на кусок хлеба мы заработаем себе. В прошлом году Арсен выиграл грант на развитие своего дела. Купили электросварочный аппарат, пресс, обзавелись дорогим диагностическим оборудованием. С каждым разом всё лучше и лучше. Клиенты добавляются. И клиент, приходя, ещё с тобой уходит в следующий раз, приносит ещё двоих-троих клиентов. Аннексию полуострова не пережил их отец. В 2014 году он умер от сердечного приступа. В Киев братья переехали с мамой. Говаривать особо, в принципе, не пришлось. Поначалу сказали, в качестве где-то, может быть, шутки, не шутки, что типа маму поедет. Когда всё вот это началось, я тоже так. Как нам? Чё там будет? Как будет? Она посидела, посидела, утром встаёт и говорит, всё, собирайся. Туда, говорит, вы, туда и я, говорит, собираясь. Благодаря маме у братьев нет бытовых забот. В этой машине потекла вода в цилиндры. Братья признаются, всё время они проводят в гараже. Иначе дела не будет. Времени нет даже на личную жизнь. Оба холостяки. Я думаю, всё будет хорошо, если немножко обживёмся. И дадём такую дозарочку себе, да, с Богом, да, заведёмся. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.